Когда несколько лет назад прямо на лоб Олюшки Скобеевой приклеилось обидное прозвище «Сливной бачок», мы были свято уверены, что в этой роли пропагандистка будет всегда. Ведь очень много лет именно транзитом через рот Скобеевой Кремль сливал самую упоротую дичь и чернуху. В магазинах официально закончилась соль. Официальные сообщения из нескольких областей в самом деле это не шутки. Другими словами, приехавшая в Москву тетеха из глубокой провинции готова была позориться больше других пропагандистов. А ее шоу порой напоминало то ли балаган, то ли утренник в больнице имени Кащенко. Чем эстонский член отличается от киргизского? Это любимая тема депутата Журавлева. Лучше старым быть седым и слегка пергилой, чем здоровым молодым и слегка дрилой. Но вот прошли годы, Скобеева, что называется, освоилась, заматерела и явно больше не хочет быть самым низкопробным сливным бачком. Цели у нас грандиозные. Россия разрабатывает план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша. И в какой-то мере Олюшку можно понять. Смысл подставляться и позориться больше других, когда после начала большой войны на федеральных каналах отираются десятки тех, кого, что называется, не жалко. И речь здесь прежде всего идет о бежавших в Россию предателях из Украины. Люди сошли с ума. Они идут, умирают за наркозависимого, вы меня простите, и считают это наивысшей точкой своего сознания. Как только Украина превратилась в колонию англосаксов, точнее, в американскую колонию, она нам не оставила выбора, как полностью взять под контроль всю территорию Украины. Судьба последних, как и в целом судьба любых предателей, мягко говоря, не завидна. Они полностью зависимы от хозяина, который дает такой публике убежище. И ты ничего не можешь сделать, кроме как выполнять все прихоти этого хозяина. Например, до неприличия облизывать Путина, как это сейчас делает тот же Киева. Сегодня на правителя Владимира Путина возложена Богом священная миссия защиты русского народа и возвращения православной колыбели, матери городов русских Киева, с его святынями. Это послужит укреплению православной веры и воссоединению наших славянских народов в великую силу, стоящую на страже божьих заповедей. Но знаете, что еще в подобном преклонении интересно? А мы расскажем. Вся эта показушная любовь к царю звучит вдвойне смешно в свете того, что еще относительно недавно ровно тот же Киева показательно ненавидел как Путина, так и русский мир. Мы никогда не были близки с русскими, и та история, которая была нам навязана Московией, она совершенно отличается от той истории, которую мы должны учить и должны знать, и которой мы должны учить своих детей. А в моем бы случае я бы приехал и расстреливал бы таких ублюдков, их десятки, которые вчера носились с флагами Российской Федерации, ЛНР и ДНР по оккупированной территории. Сегодня их дети или они сами спокойно разгуливают по Киеву, спокойно разгуливают по нашей земле, не боясь ответственности. Такие, знаете, эпичные у человека переобувания в воздухе. И этот кровавый след, который тянется за этой псевдонацией, он будет еще долго тянуться. И если сегодня мы не остановим их, то завтра непонятно, до каких границ докотится эта русская чума. Русский не может не убивать. Русский по своему отношению варвар. И, конечно, в Следственном комитете РФ, где сажали и заменьше, знают о всех подобных заявлениях Киевы. И это еще одна причина, почему переобувшиеся предатели сейчас готовы на все. Церковь, которая принимает пи***ть ее как норму, противоречит Библии. Не ложись с мужчиной как с женщиной. Это мерзость для Бога. А значит, это церковь от дьявола. Причем под «готовы на все» следует понимать самые позорные информационные кампании. Когда ты ради сиюминутного эффекта сознательно становишься посмешищем. И чтобы не быть голословным, давайте покажем классическую историю позора нового сливного бачка. Священная миссия у русского солдата, у российской армии, которая взяла на себя огромный крест освобождения братского народа. И я всегда буду помнить и буду благодарен за ту великую роль, которую сегодня играет Россия в судьбе моего народа. Вообще, сам формат, где Кива в роли великого полководца что-то грозно гундосит, склонившись над картой, невольно вызывает улыбку. Но еще смешнее становится, если пробовать разбирать его потоки сознания. Вот тут, например, Кива пробует анализировать прошлогоднее наступление ВСУ в Харьковской области. Давайте послушаем вместе. Все украинские паблики забиты информацией побед освобожденных сел, которые были заранее подготовлены под это. Втянув фактически на километров 15 внутрь противника. Ну, тис, кому что не ясно. Оказывается, нет у России никаких проблем на фронте, а забег в районе Купинска и Балаклеи – ничто иное, как хитрый план. Сейчас вот погодите, котел захлопнется, и все увидят гениальность фанерного маршала Шойгу. И мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел. В котором будет уничтожена одна из последних группировок ВСУ. И россияне слушали, хлопали в ладоши, и, что самое важное, верили в подобный бред. Но напомнить, чем закончились обещания эксперта Кивы – это легко. Тогда вместо хитрого плана и котла… Одна из последних группировок ВСУ. Чмони убежали не только из Харьковской и всего севера Донецкой, но и даже из части Луганской области. Той самой Луганской области, где гауляйтер Пасечник уже успел объявить День Победы. Сегодня, 3 июля, Великий День освободили город Лисичанск. Тем самым завершил освобождение республики в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днем Великой Победы. Хороший такой хитрый план, да, Кива? И здесь бы любой нормальный человек сделал выводы. В смысле, либо извинился бы за безумное обещание, либо на время вообще пропал с экранов. Но мы же не зря говорили, что у новых сливных бачков, похоже, просто нет выбора. Кива еще после позора под Харьковом отойти не успел. А его уже отправили с теми же речами, только под Херсон. Вот такой кусок. Вот представьте. Ведь это раньше была территория Украины. Три Прибалтики, 6 миллионов человек. И это хорошо понимает Запад. Вот то, что сегодня происходит, это навсегда. Это навека вечный амин. А значит, любые действия, происходящие на территории Российской Федерации, будут иметь адекватный ответ и с применением всего диапазона возможного вооружения. То есть взрослый лысый мужик опущен настолько, что вынужден работать чем-то типа телевизионного чирлидера, чья задача танцевать и улыбаться в заведомо проигрышных играх. Это наша задача. И наша сегодня битва. Она священна. И Путин это тот, кто был дан Богом нашей стране и нашему миру. Конечно, после выхода российской армии из Херсона Крикун Илюха был унижен и заплеван. Но, видимо, чисто психологически в роли посмешища тяжело быть первый раз. Ну, максимум второй. А дальше, судя по Киви, человек ко всему привыкает. Более того, чем сильнее над этим додиком глумятся, тем активнее он хорохорится в новых историях. Нужно подняться, нужно развернуть оружие, нужно идти на Киев. Только так мы можем сохранить будущее для наших детей. Слыхала Машка, скоро хохлы поумнеют и целыми полками на сторону России перейдут. Радовался у экрана телевизора «Ура, патриот Ваня». Пойдут на Киев и покажут Зеленскому, где раки зимуют. Они представляли, как из Киева по аналогии с Афганистаном будут убегать те, кто не захочет сдаваться. Украине уготован и уже запущен афганский сценарий. Поэтому Вашингтон и его табаки и дальше будут требовать от Киева продолжать контрнаступательность. Намотаем наш шасси. Я вообще считаю, что надо поручник шасси приделывать срочно. И знаете, что самое смешное? Прогнозы ведь почти сбылись. Только с тем нюансом, что боевые подразделения развернулись не на Киев, а на Москву. Когда ты берешь, снимаешь войска, 25 тысяч, и с военной техники идешь на столицу твоей родины, точка. Все, точка, все заканчивается. Это вооруженный мятеж. Да это страшное разочарование и трагедия. Кто дал право не государству, а группе товарищей решать, как нужно жить в стране, вообще, как нужно руководить страной. Эти люди должны понести наказание. Предателям нет прощения. Нет, там, конечно, до афганского сценария не дошло, но самые зашкварные крикуны перепугались настолько, что побежали прятать детей. 24 июня 2023 года я с ужасом, мне не стыдно признаться, я отправил среди детей в безопасное место. То есть многие прогнозы сливных бочков сбываются в точности да наоборот. Поэтому мы бы очень рекомендовали россиянам не сильно радоваться, слушая браваду экспертов типа Кивы. Последний, напомним, помимо совершенно безумных умозаключений. Этот план уничтожения Левобережной Украины у Зеленского лежит уже год на столе. И сейчас началась активная фаза этого плана реализации. Левобережье затопят и подорвут точно так же, чтобы навредить и белорусам Чернобыльской АЭС. Очень любит похоронить кого-то из украинских генералов. Кива обратил внимание на отсутствие заложенного на встрече с Зеленским. Буданов мертв. Все остальное для тупых лохов. Причем он всегда так пафосно это подает, мол, все, можно открывать шампанское, в посольстве подтвердили. Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил о том, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов умер в немецком госпитале, не приходя в сознание. Об этом сообщили в посольстве Украины в Германии. Ну а о смерти заложного, если вы не знали, должны были объявить уже после саммита НАТО в Вильнюсе. О смерти заложного принято решение в офисе президента Зеленского сообщить уже после проведения в Вильнюсе вот этого альянса НАТО. И очень хочется уточнить, ну как там? Объявили? Ну, в смысле, заставил Россиюшка генералов замолчать? Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния – заложный Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит. Ну да, заставила только не украинских, а российских. И не ракетными ударами, а своими дырявами ПВО. Или напомнить, как «Штормшедо» в Бердянске прямо одним из штабов Южного военного округа сбили. В результате удара ракета «Стормшедо» по городу Бердянск погиб замкомандующего Южного военного округа генерал Цоков. Олег Цоков, причем вот этот человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. В общем, уже в который раз выходит картина «Маслом», где Россия может предложить лишь пустой треп по телеку, а Украина – конкретные результаты факты. Здесь бы Кремлю, чтобы не позориться, хорошо бы пересмотреть информационную политику. Отправить в кукаречечную пустомель типа Кивы. Подумайте, какой уровень пи***ца творится на Украине. Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью. На полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы – и все это на уровне эфиров государственных телеканалов. Добавить в эфиры хоть немного реальности. Но нет. Они, похоже, думают, что всегда будет получаться держать народ в манемирке. Мол, Кивы всех засолов будут каждый день давать глубинному народу надежду на победу. А люди будут кивать и верить. Верить даже в самую упоротую дичь. Рано или поздно Зеленского все равно сольют, как свидетеля тех преступлений, которые стоили нашему народу тысячи, сотни тысяч жизней. Он замолчит, он пропадет, как пропал сегодня за ужин. Но лично нам кажется, что такая тактика может давать результат достаточно долго, но точно не всегда. Потому что жить в розовых очках – это, конечно, хорошо и порой даже приятно. Но рано или поздно их придется снять. Снять, когда домой привезут цинк из Украины. Снять, когда вдруг окажется, что работы из-за санкций больше нет. Снять, когда из-за падения курса рубля страну захлестнет инфляция. И вот тогда глубинный народ может и задуматься, мол, почему же раньше слушали того же Киву? Почему же раньше тупо ждали и не предпринимали мер? Но будет уже поздно. Ведь ложь – это своего рода вирус, который надо лечить вовремя. И это самое вовремя большинство россиян давно пропустило.